Ни много, ни мало, 70 лет назад на белорусской земле перестали греметь орудия. Закончилась эпоха войны, началась мирная жизнь. За это время на свет появилось не одно поколение белорусов, которое, благодаря мужеству наших ветеранов, не смотрело в лицо смерти. А потому и проведение памятных мероприятий не просто благородная миссия, а долг каждого, кто сегодня живет в мире согласия и спокойствия. Сейчас история во многом переписывается, и у нас еще есть последний шанс поговорить с теми очевидцами, ветеранами, которые принимали участие в войне, и поэтому необходимо пользоваться такой возможностью. Второго шанса у нас уже, к сожалению, не будет. Цена победы, как это было. Экскурсия под таким символичным названием прошла накануне в городе над Бугом. Тем более, что главными ее участниками стали ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня, когда исторические факты и события становятся поводом для политических конфликтов, именно за молодежью остается право выбора, чужие домыслы или реальные факты, о которых сложно даже сегодня говорить без слез. Мы просто загорелись желанием попытаться, по крайней мере, вытащить ребят, опять же, от компьютеров, оторвать их и привлечь к этой познавательной экскурсии, где ветераны могли бы также рассказать о тех суровых днях лихолетия и о периоде освобождения нашей республики. И так как мы чествуем на днях 70-ти летия освобождения, мы решили приурочить эту экскурсию так же, как и к этой знаменательной дате. Фронтовиков остается совсем мало. И для нас, конечно, очень важно, чтобы народ, который живет на белорусской земле, глубоко осознал, какое благо они получили. Из первых уст участники экскурсии могли услышать о тех суровых днях выживания, зверствах фашистов, оккупации и рельсовой войне, операции по освобождению Багратион и долгожданном мире в Бресте. К лиричности диалогу добавили выступления поэтов в сопровождении виртуозной брестской скрипачки Натальи Рудской.